У нашего гостя Юлия Васильевича Кустова в этическом рецепте отправится в предыдущие социальные 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 общества в России. Пожалуйста, вопрос. Мне кажется, что прежде чем давать рецепты, надо все-таки попытаться по-простому, 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 понять, что значат те цифры, которые мы только что услышали. Потому что, мне кажется, это очень важно, детально, и, судя по моему сопоставлению с другими исследованиями, очень качественно и действительно интересное исследование. Поэтому возникает вопрос, что эти цифры значат. На мой взгляд, здесь два можно делать очень конкретных суждений. Первый, что, по сути, не более 20% всего населения Российской Федерации способны тебя минимально воспроизводить. Потому что, вот как Наталья очень точно и, как и следовали, очень точно замечает, потому что очень важная категория тех, кто способен покупать автомобиль. Как, с одной стороны, они не совсем выделены, но, с другой стороны, покупать автомобиль, это означает, что уже на квартиру, например, на жилье и на другие базовые потребности людей не только не хватает, но они про это уже и не будут, потому что нет возможности. Поэтому мы должны четко понимать, что все демократические проблемы, какие-то еще, они используются в том, что условия для распроизводства, простого распроизводства, не более чем, я очень грубо говорю, цифры, можно поточнее почитать, но это максимум. Я думаю, я завершаю цифру, пятая часть, но это та модель социальная. Я боюсь, что в Украине эта ситуация явно не лучшая, возможно, поскольку все-таки Россия в этом плане является во многом рецепиентом миграции из Украины, скорее всего, еще ситуация не будет. Вот это то, что определяет наши постсоветские, через 20 лет после развала СССР, это вот юбилейные наши ситуации. Второй момент, который тоже очевиден из этих цифр, это то, что у нас, да, подтягивается чуть-чуть от самых-самых бедных, тех, кого часто, и уже даже не только в народе, но и ученые называют просто нищими, или там еще как-то вот такими словами, да, их доля уменьшает. Это означает, что закрепляется модель, где вот большинство населения, оно не способно нормально воспроизводиться, но убирая такой совсем уже любимский, инфернизируемый, деградирующий край, и из этого, по сути, тем самым, как ни странно, согневается бедность. Потому что не тем, у кого вот все по минимуму, достойная бедность, им бы надо чуть-чуть еще дать шанс работы, шанс, возможно, каких-то, может быть, инвестиций, в том числе маленьких инвестиций, большие инвестиции, в какой-то жизненный шаг. Нет, у нас, по сути, работа направлена на тех людей, которые живут в даче от своей бедности, и мы тем самым прихорашиваемся с новой ситуацией в модели критически не меняем. Отсюда мы имеем, должны это ясно признать, а не касаемо моделей в нашем обществе. Это ни в коем случае ни ругательство, ни желание критиканства, просто мне кажется, надо из этого факта исходить. Отсюда вопрос, собственно, а что это за модель? Ну, это модель, которая, условно, можно назвать неулиберальная модель, где считается, что узкая группа людей преследует свои коллективные интересы, соответственно, будет обогащать все общество через налоги, через другие формы и так далее. И в этой ситуации, в этой модели, на мой взгляд, как ни странно, очень опасно вообще обсуждение темы бедности. Вообще опасно. Почему? Потому что обсуждение темы бедности, такое культивирование этой темы, нужно для того, чтобы не обсуждать тему миллиардеров. За годы кризиса Российской Федерации за три года количество товаров и миллиардеров увеличилось в два раза. Вот, вот, смотрите, это просто реализационный рост. А это что означает? Это означает, со всеми теми же разрывами, которые Наталья обозначила, то есть гигантские социальные разрывы, это означает закрепление, усугубление этой модели, где не работает на общество эта модель. Напомню, что в социалистическом хозяйстве можно сколько угодно критиковать, но были фонды социального развития, фонды жилищного развития и так далее. Это все было при предприятиях. То есть в этом смысле прибыль и сверхприбыль шла непосредственно на те, кто работал на предприятиях. А сегодня она идет, скажем так, не туда, скажем аккуратно. Ну и отсюда я бы, в виде рецепта, сказал, что, конечно, мы должны переходить к другую социально-экономическую модель. И мы должны это делать, что очень важно, именно прежде всего с нашими славянскими республиками, как с самыми большими просто полнаселения, как наиболее близкими нам и то, что делает проект с единым экономическим процессом, но мы можем сделать вместе. Нам нужно выстраивать экономику развития, а не экономику выживания вокруг немногих вокруг трубы. Вот это как бы другая совершенно модель. Это первое лицо не экономика трубы, а экономика развития. И это невозможно сделать поодиночке, потому что без кооперативных цепочек, без восстановления крупной промышленности именно российско-украинских проектов, потому что это примерно составляло по 60% всей советско-экономической базы. И то, что мы разрушили, это прежде всего не дает жить нам нормально. И мы должны, да, в новом виде, в совершенно новом уровне, но новые социализации мы должны проводить совместно. И второй лиц, это, конечно, вопрос совершенно по-другому рассматривая социальная политика. Вы знаете, я уж не говорю про то, что слово «социальное государство», к сожалению, это мечта, а не факт. Но я обратил бы внимание на то, что до сих пор социальная политика исходит как раз из задачи защиты от рынка. Я никогда не забуду, в удивлении, когда учебник прочитал «Экономика социальной работы», и там написано, что в результате прогрессивных их форм 90-х годов значительная часть российского населения оказалась за чертой деды. Я буквально цитил. Но, слава богу, волосована система социальной защиты, которая из этих людей, выброшенных забор социальной системы, смогла подтянуть. И, условно, рождь социальной защиты гигантств. Но нам пора уже переходить к развитию человеческого капитала в целом. Так невозможно. Действительно, ну, возьмем те же поездки, заканчиваем, те же поездки за границу, которые говорят, что открытая страна, открытая государство, но опять же, по самым завышенным оценкам, все 10% на территории участвуют в этих поездках. И в основном, в общем-то, дешевые, скажем так, страны, если можно так серьезно говорить. То есть, это опять не характеристика нашего социала. Это опять характеристика очень узких твоих. Поэтому нам нужна линия новой индустриализации, нам нужна новая совершенно идеология солидарности и общественная солидарность. Потому что оказалось, что преследованные юридические интересы, там, 100 аллигархов, миллиардеров долларов, они на самом деле ничего про них не дымают, кроме того, что они размножаются сами в уговоренном количестве и в условиях. Значит, нам нужно общественная солидарность, нам нужно вспомнить, даже боюсь произнести, а в общественной благе. Потому что мы, по сути, из идеи общественной блага, даже из идеи республики, как общего дела, мы сами себя вывернули в эту идеологию эгоизма и корыстных интересов, когда, прошу прощения, возле того, говорят, что религиозные вещи бобро убеждает в Бог. Ничего он не побеждает, нам нужно переструктурировать социальную систему, нам нужна модель развития, а не модель экономики трубы и деградов. Ну, мне кажется, все-таки прежде, чем делать какие-то суждения, нам надо некое трезвое состояние воюти. Вот я это говорю очень серьезно. Ну, во-первых, все то благополучие, которое идет с 2000 года, особенно с 2004 года, 2004 года, это благополучие связано с высокими ценами на углевые зароды. И Украина в данном случае, так или иначе, при тех там моментах, но получая часть вот этой сверхприбыли от углеводородов, которые поступают в Российскую Федерацию, и в Российской Федерации, и на Украине, от этого серьезного очень роста цен на углеводороды есть некие огромные позитивные моменты. Но очевидно, что уже давно делаются разные прогнозы, я напомню, что по прогнозу Минэкономразвития в 2009 году цена на нет должна была составить 140 долларов, а составила реально 60, то есть упало, и так далее. И по оценкам, на мой взгляд, наиболее интересных экономистов, к 2014 году упадет цена на нет примерно до 50 в современных университетах до 50 долларов. То есть, соответственно, будет двойное падение и будет очень серьезный удар по бюджету, и это вдруг непонятно, как бы, откуда взятшиеся годы получения, оно может редко закончиться. Во вторых идет, наращивается, нарастает так называемая вторая волна глобального кризиса. А на мой взгляд, кризис еще не начинал, собственно, будет реальный кризис в ближайшие два-три года. Я прогнозирую, это в 2014 году. Поэтому нас ждут очень тяжелые времена, где все разговоры о том, что вот, вроде бы, жизнь стала повинтереснее, жизнь стала получше, они очень быстро закончатся. Потому что эта жизнь стала получше, по большей части, не благодаря кому-то, а благодаря нашей дорогой инфекции, которая выросла в цене и так далее. Второй момент. Мне кажется, очень важно понимать, что, когда мы говорим о структуре населения и бедности как проблема, то это не только Российская Федерация и Украина и постсоветская пространство при гигантском количестве спецификах нашей постсоветской, после развала СССР. Вот, возьмем просто, если здесь видно, число американцев, живущих за число и бедности, вот, пожалуйста, за 11 лет выросло с 31 миллиона до 36. А сразу это можно, что-таки российскую бедность с бедностью уникальность? Суть-то не написано, что сама бедность, а, как сказала Наталья, есть вопрос восприятия бедности, и понятно, что у нас разные бедности, скажем, с точки зрения дохода до дома, хозяйства, но это уже частности страновые и так далее, а вопрос в другом. Хорошо, я возьму другой график, который просто показывает другой. Вот, пожалуйста, вот график, динамика использования продуктовых карточек в США соответственно за последние 25 лет, четверть лет, посмотрите, за последние 4 года в два раза выросло количество продуктовых карточек, то есть это фактические посуды для того, чтобы они по крайней мере минимально по двух нуждах, они не испытывали какой-то стратегической потребности. Поэтому мы должны понимать, что и глобальный кризис, и мы включены, мы включили себя в 90-е годы в эту единую глобальную экономику, что, на мой взгляд, финанская ошибка и за что мы еще очень дорого заплатим, и мы живем так или иначе в этом рисе. институте фактическая экономика и фактическая капитал, который в той или иной форме вздуется, то власть будем не мы, как по ценам на нет, так и по другим причинам. Теперь по существу. Мне кажется, очень неправильная логика, все-таки не соглашусь с Людмилой, логика в том, что, вы знаете, если люди как-то более-менее удовлетворены, то значит это их устраивает. Вы знаете, если наркоман из года в год употребляет наркотики, то в принципе можно сказать, что это его устраивает, устраивает его родители, устраивает его близкие. Но у меня вечно такая ситуация, может, кого-то сказать, меня она абсолютно не устраивает. То есть то, что люди смирили, более-того, даже если брать показатели мерзости, очень важные показатели рождаемости, то мы видим некую стабилизацию. И об этом с удовольствием докладывают наши постановые мужы. это-то говорит о чем? О том, что произошла в том числе очень страшная вещь, когда люди прекратили барахт. Потому что в 90-е годы, когда был сон, и я здесь придерживаю теорию Кундарова, которая говорит, безусловно, о связи состояния полноценного самоощущения самоувстворения человека и демократии. И мы обе наши страны, новые страны из-под демократии. Сейчас это все начинает более-менее как-то выходить на плату, адаптироваться. Но на мой взгляд, это помимо позитива за снижение рожданности, за снижение смертности, за повышение рожданности. Но помимо позитива это будет страшный момент. Мы просто, прошу прощения, как бомжи, привыкаем к этой жизни, и уже где-то она нам начинает казаться в общем-то нормальная для большинства населения. Поэтому абсолютно правильно, чисто распределительные вещи, ничего не решат. Никто не говорит о том, что грабь награбленная, возвращаясь бедным, все проедим, и жизнь станет лучше. Конечно нет. Хотя нигде ни в одной нормальной стране мира такого единого социального недифференцированного налога подопозного. то есть с отсутствием прогрессивной шкалы, как у нас, я не знаю, это Украина по-другому или нет, кстати, не знаю, но в принципе это нонсум. В этой стране, которой происходят такие социальные проценты, миллиардер, который в два раза увеличил, и я, и человек более бедный, чем я, мы платим 12% нашего подопозного налога. Это первое. И поэтому конечно нужна новая индустриализация, совместная. Нам нужно по-новому поднимать постсоветское пространство, в том числе в геополитическом плане, потому что мы вошли в эту глобальную стекулятивную экономику, но мы там нищие, подбирающие кроки старцевых столах. То есть мест поднялась, мы чуть-чуть более, мест опустится, будем биться в истерике, но это не жизнь. Поэтому в этом плане не только перераспределять, идти по пути развития подъема наших стран. Пожалуйста, Игорь Васильевич, это о чем говорит? То есть понятно, что Восточная Украина это прежде всего то, что было 20 лет назад, это очень развитый был недостателем. Понятно, что с деиндустриализацией мы видим не худшие социальные показатели. Это очевидно. Поэтому это крайне важно. Второй момент. Полностью соглашаюсь с вопросом и фактами, изложенными в вопросе, в том плане, что у нас ситуация очень нехорошая, и тем более, как я сказал, что я уверен, что в 2014 году будет серьезная, я бы так сказал, экономическая катастрофа. Не хочу быть злым таким предсказателем и не хочу быть катастрофа, но, к сожалению, все данные говорят о том, что нас ждут очень тяжелые экономические времена. это с другой стороны единственная возможность в достойных 30-ти времена создавать наш внутренний рынок, нашу национальную промышленную систему, идти на мощнейшие подзамещения, никуда мы не делимся без этого, и по большому счету создавать сквозные новые инстриальные проекты. Самый простой пример, тем более, ситуации недавней статистической катастрофы под Ярославом, это вопрос авиастроения, потому что Российская Федерация, чуть ли не отказываясь уже от того, чтобы продолжать быть авиационной державой, это означает не просто новая бедность, продолжение бедности, но и социальная деградация, продолжение деградации, деформации структуры занятости, продолжение дальше деградации структуры доходов и создание закрепления низкооплачиваемых и вплоть до маргинальных к сожалению слоев. Поэтому авиация, безусловно, новые материалы, можно другие выделять программы индустриализации, вот то, что нам нужно делать. Здесь и для России вызов, не для Украины только, а для России прежде всего, потому что если Россия пойдет по линии, скажем так, чисто испанцы экономической, со скупкой предприятий, сейчас, как это, например, происходит очень явно попытки по отношению с Белоруссией, такой же нашей Братской Республики, постсоветской, то это ни к чему хорошему не приведет, будет просто вот присутствие и сейчас, как это. Потому что предприятия скупаются для того, чтобы выжать из них последние сроки и их перепродать. Все это понимают. А нужно, нужно строить новые предприятия совместные, нужно выстраивать единый индустриальный план. В этом плане я очень надеюсь, что Украина все-таки войдет в единое экономическое пространство, что Москва будет задавать другие модели экономического сотрудничества. Мне кажется, у нас просто нет другого пути. Спасибо. Я, честно говоря, даже не знаю, что отвечать на ваш вопрос. Почему? Потому что в одной стране 12% вбеждах, в другой стране то, что уважаемый мой коллега озвучил, но там не получается 12% там реально вбеждах. Вот не хитростатистически вбеждах, а реально вбеждах. Прошу прочтите, получается, с учетом заявления, кстати, высокого вкладителя о том, что у нас нет среднего класса. У нас реально получается, если у нас нет среднего класса, это не я, или все, да, у нас получается, ну, 20% в массовом конце более-менее богатого зажиточного, ну, пусть ну, 30% хорошо, но вебинар у нас вбеждах гораздо больше. И это не вопрос критиканства, опять же раз повторяю, это вопрос, чем на себя травм. Да, правильно говорят коллеги, некорректно формально травмят себя с Соединенными Штатами Америки. Хотя, что будет через два года с Соединенным Штатами Америки, никто не знает. Надеюсь, будет все хорошо, но не факт. Ну, прекрасно, так давайте их поднести в себя травмовать, потому что если мы тебя понимаем, когда говорят, что сельский житель в России деградирует, тогда давайте вот раз не с китайцем, изнутри правительства Китая, который готов за треть зарплаты, так сказать, российской, скалывать по три смены, а давайте его травмировать, этого русского срывающегося мужика, с тем мужиком, который был 20 лет назад, который был комбайнера, который был первой парень не только на береге, не в районе, а которого, прошу прощения, сбывали поминки секретаря Фома, для того, чтобы получать правильный показатель, как он там, что бы там не дописывал, и так далее. Поэтому давайте сравнивать с другой формой достоинства нашей жизни. Мы просто действительно смыслили те, что мы стали прошу прощения геополитическими, социальными положениями. Понимаете? Мы все не отдельные группы людей, которым жизнь не повезло, трудные удары в жизни. Поэтому, на мой взгляд, надо все-таки трезво смотреть на жизнь. Мы очень деградированные мусористики. Мы структурно не просто депонированные, а расположенные, расположенные, так сказать, всячески после этого населения, которое, ну, население побежденной страны. В геотропийной экономике все, что можно, сладкий изюм выбора и осталось не поймем чего. Поэтому, когда мы двенадцать процентов дальше там, ну, то-ту-ту-ту, там, тринадцать процентов, там, одиннадцать процентов. Ну, по моему взгляд, это ни о чем эти цифры не говорят. Мы должны своем суде. Если у нас люди, способные по тему не более двухти процентов, это означает, что 20 процентов семьи не должны рожать детей. Куда они будут рожать? Это означает, что тогда нам ни демократии никакой не надо ожидать и так далее. Поэтому нужен именно подъем. Нужна революция. Революция не социально-насильственная, а революция премьерсивная. Понимаете? Вот я еще раз повторяю, тот же Алиакром, просто нашумевшая сейчас ситуация. Четыре государства в мире, в которых был поле Алиакрома. У нас число данных в Алиакроме упало 12 раз с момента развала СССР. Станкостроения не менее 17, там некоторые 22-25 нас считают с темой. То есть не деградировавшая страна. И отсюда должны ходить. Хотим удовлетворяться и оставаться такими наверху. Кто хочет быть другими, направо. Я хочу быть другим. Понимаете? Я просто очень люблю свою страну. Я считаю, что нам нужно делать мощнейшую работу. То, что идет, грядет катастрофа, это, с одной стороны, предупреждение, а с другой стороны, это вопрос о том, что мы должны к ним подготовиться. Нам нужна резервная правительство, которая бы занималась этой подготовкой. Занимает правительство я не уверен. Но и главное момент. Вы понимаете, я что больше всего боюсь? Вот если взять стратегию 20-20, которая фактически была предправа на правительство и так далее, а если вам ее почитать, то там очень стратегии простые, что дать чуть-чуть показательнее бедности поработать, завести миграцию иначе у нас опять вы можете это разъединить. И в принципе, по большому счету, с учетом того, что на послевыборный период запозжены теми популярные меры, снижения иначе иначе в том, в том, что бюджетные организации будут попадать в ситуацию абсолютно неочевидного стабильного выделения государства средств. Понимаете, это все отложено после выхода. И у нас совершенно может быть такой идеальный шторм социальный климатический иначе три фактора это падение цен на них, это глобальная финансовая кризис, вторая волна, когда основная, и мы, когда мы все наши затраты сегодня переложим на наше бедное, несчастное гостерине после выборов, когда, собственно, не надо будет перед ним уже кланяться и просить его выбрать того, понимаете, поэтому я призываю к одному среду. У нас нет другой ситуации. Мы либо просто будем окончательно бонжеризировать, и Украине, и Российской Федерации, я, честно говоря, помимо этого вопроса, никакой разницы знать не будет. Либо мы будем прорываться по пути развитию, другой социально-экономической модели. Модели развития, а не модели вот этой побежденной страны, пытающейся выживать. Нет, что распределительные модели уже так заиграли, и так много распределения, я все-таки не понимаю, если у нас плоская шкала благородного налога, разве это означает, что мы заиграли распределительные модели, когда-то даже базово во всем мире, во всех государствах идем в штатские, там чуть это менее позитивные в Европе, сверхпогрессивные в Сентинавии, когда мы даже через этот механизм, который у всех христиалистических разных стран существует, не перераспределяем закон. Наоборот, в этом плане я согласен, что нужна новая социализация, новая организация, прорыв, и нужно создавать новое экономическое богатство, нужно создавать тверд стоимость, как, например, Тюмень вложил в Советский Союз, а теперь на свете вид, и на этой трубе так или иначе формулся. Это что означает, что люди поработали, создали сверхстоимость нашей оценки, у нас. они нам дали такое наследство, и мы еще за счет этого живем. Но мы-то ничего не создаем, никакой сверхстоимость в виде новых проектов самолетов и так далее. Но распределять тоже необходимо. Нельзя это противопоставлять либо производительной модель, либо модель получения меганского общественного богатства. Нужно это совмещать. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok